легальная иммиграция в канаду без высшего образования с низким уровнем английского языка с любой профессии и в любом возрасте а самое важное без всяких баллов теперь стало возможным и это rural and northern immigration pilot друзья всем привет меня зовут оксана русских и я эксперт по иммиграции в канаду имею 20-летний опыт преподавания английского языка и 15-летний опыт работы в кадровом бизнесе в HR индустрии и так что это за программа эта программа целью программы rural and northern immigration pilot является то чтобы заселить северные и сельские регионы канады обсуждение данного проекта данного пилотного проекта началось еще этой зимой и на сегодняшний день мы имеем четкие данные по этой программе иммиграции и имеем список из 11 сельских и северных общин в канаду мы уже касались этой темы и говорили об пилотных проектах сегодня мы разберем все более детально и составим иммиграционный план каким образом мы можем иммигрировать по данной программе и так данная программа разрабатывается на пять лет и она основана на атлантической пилотной программе атлантическая пилотная программа показала себя с наилучшей стороны и показала положительную динамику во сфере экономических показателей и канадское правительство запускает новый пилотный проект который уже стартует буквально на днях этой осенью и так давайте разберем что это такое следует вначале понять что такое сообщество что такое северные сельские сообщества или комьюнити и когда мы говорим о том что поддержка нужно заручиться поддержкой этого сообщества этого комьюнити мы говорим о том что это не какая-то группа людей собранных специально обученных нет это мы можем говорить о том что это целый город это население всего города и она будет оказывать вам поддержку когда в процессе иммиграции на что нацелена эта программа она нацелена на том чтобы не перенаселять крупные города канады такие как оттава торонто ванкувер калгари и так далее и чтобы стимулировать людей на переселение в малонаселенные районы правительство канады создает и финансирует вот такие вот пилотные проекты и для того чтобы когда люди начинают приезжать в малонаселенные города они заселяют они там развиваются они ходят в школу получают образование работают и таким образом стимулируют экономическое развитие данного региона данной общины данного города здесь все понятно итак а теперь давайте разберемся что же такое сельские или северные города сразу хочу отметить что это не такие уж и сельские и не такие уж и северные все весь список утвержденный список и он состоит из 11 городов имеет все они находятся на южной границе с сша и население там составляет 100 110 160 тысяч населения до человек есть 51 тысячи человек населения есть 45 тысяч человек населения и все эти практически все эти города находятся в недалеко от крупных центр и например если мы возьмем самый маленький город которого население всего 4 тысячи человек он находится всего лишь полутора часах от крупного города калгари то есть если мы говорим о сельских и северных регионах здесь мы не говорим о том что это какая-то тайга где там только лес и и медведи ходят нет это очень развитая инфраструктура это все условия для очень хорошей комфортной жизни это достаточно не низкий уровень заработных плат конечно же будет все зависит от именно той профессии которую вы претендуете и так что такой плюс всего этого процесса того что плюс самый огромный в том что всю информацию о каждом городе из этого списка из 11 городов вы можете найти на официальных сайтах этих городов даже самый маленький город имеет свой сайт когда вы заходите на этот сайт вы имеете полную картину сколько человек живет в этом городе какое градообразующее предприятие в этом городе чем город живет чем вы можете там себя занять чем вы можете куда вы будете водить своих детей и так далее вся информация представлена на сайте и каждый город имеет свой сайт что очень удобно и самое важное на этих сайтах размещены все компании города и все открытые вакансии итак теперь переходим к самому важному и это требование кандидата хочу сразу отметить что данная программа она дает на мой взгляд самые благоприятные и мягкие условия для кандидата условия для иммиграции и так первое о чем хочу еще раз что хочу еще раз подчеркнуть это то что нет требования по возрасту то есть ограничений по возрасту нет вы можете иммигрировать по данной программе как в 20 лет так и в 50 и 55 лет то есть возраст не имеет значения следующие образование требования по наличию у вас высшего образования его тоже нет единственное требование по образованию это наличие то что у вас окончена школа то есть вы имеете школьное образование опыт работы вот здесь тоже достаточно лояльно вам нужно доказать всего лишь один год опыт работы и этот опыт работы должен обязательно соответствовать тому опыт работы на ту на какую вакансию вы претендуете что я имею ввиду если вы работаете поваром а хотите работать в канаде водителем то он так не получится то есть нужно если вы хотите работать в канаде водителем то у вас должен быть опыт работы один год по профессии водитель это за последние три года то есть за последние три года вам нужно доказать один опыт работы по специальности по той специальности на которой вы претендуете в будущем в канаде следующее условие и следующее требование и требования по языку здесь друзья достаточно лояльные сниженные требования и требования по языку они зависят от той работы на которую вы претендуете если это низкоквалифицированная работа то требования по языку здесь всего лишь четыре четыре с половиной балла по ielts если эта работа руководящая или менеджерская то на эту позицию вам необходимо набрать 6 6 половиной баллов по ielts это я вам скажу все равно достаточно мягкие требования потому что по высококвалифицированным программам по экспресс-энтри или по федеральным программам по руководящим позициям вам нужно набрать семь семь с половиной баллов минимум и так что касается следующее требование это наличие денежных средств у себя на счету то есть подтверждение вашего финансового положения и здесь также достаточно лояльные условия достаточно лояльные требования не снижены на человека на одного человека вам необходимо показать 8000 канадских долларов на семью из двоих человек порядка 10 я округляю до порядка 10 тысяч канадских долларов и начала на семью из трех человек вам необходимо показать порядка 13000 канадских долларов если мы сравниваем с федеральными программами то на семью из трех человек порядка двадцати тысяч долларов нужно вам показать то есть чтобы понимание того что здесь достаточно лояльные требования по финансовому вашему положению и еще один такой момент очень важный что извините что подтверждением вашего финансового положения вашей финансовой стабильности могут быть документы что вы являетесь владельцем недвижимости или имеете какие-либо акции или финансовые активы криптовалюты и биткоины не учитывается будьте и будьте внимательны это не подойдет но здесь достаточно интересное то что условия даже возможность такая что вы можете показать то что вы владеете квартиры которые стоят 5 миллионов 2 миллиона миллион и это будет в русских рублях то это будет доказательством того что вы финансово стабильный человек это тоже большой большой плюс и так таким образом мы можем иммигрировать